Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео, которое называется Все о породе Чихуахуа Да, сегодня я наконец-то хочу вас познакомить с этой породой И сразу хочу сказать, что если сейчас какие-то дети, которые уламывают своих родителей, купить эту собаку Думают, что я сейчас начну ее расхваливать И они смогут потом показать это видео своим родителям И сказать, какая собака замечательная, то нет Я хочу рассказать в первую очередь, наверное, о недостатках этой собаки Рассказать вам ее особенности, какие-то условия, необходимые для ее содержания И мы с вами пойдем по четырем пунктам Это питание, уход, условия содержания и, наверное, характер Давайте, так, стащила мои носки Давайте начнем с условия содержания Чихуахуа, безусловно, это собака все-таки для квартиры, нежели для большого дома Потому что, в принципе, во-первых, ей не нужна большая территория Это первое И второе, что немаловажно То есть, большая территория открытая Это достаточно травмоопасно для такой собаки Потому что собака везде сует свой нос И я бы все-таки посоветовала данную породу заводить людям, которые живут в квартире Территория, то есть, совершенно собаке не важна Даже в однокомнатной квартире Я думаю, что вы сможете ее содержать При условии, что вы будете долго с ней гулять И регулярно, соответственно Дальше Что касается ухода Чихуахуа по сравнению с другими собаками В уходе, в принципе, можно сказать, не нуждаются Но это лишь в сравнении с другими породами Если мы будем разбирать конкретно Чихуахуа То Первое Они нереально линяют Они линяют просто, безостановочно Линяют, линяют, линяют Те, кто говорят, что собака, вот, у вас перелиняла весной и осенью Все супер замечательно Давайте радоваться жизни Нет Эта собака линяет сильно и постоянно В течение всего года И, соответственно, в течение всей жизни Что вы можете сделать? Если вы кормите натуралкой То продуктами питания вы это никак не отрегулируете Давайте начнем с того, что весеннюю и осеннюю линьку Вы не отрегулируете вообще Потому что это биологически естественный процесс Смена шерсти Это нормально абсолютно для собак Но Что касается зимней и летней линьки В этот период Вы можете давать витамины Но Ребят, я вам советую Если вы хотите действительно избавиться От шерсти, которая лезет с вашей собаки Покупайте витамины от 8 в 1 То есть это XL 8 в 1 Покупайте пивные дрожжи То есть это из этой линейки самые дешевые витамины Для собак до 4 кг там есть серия Я их не покупала, потому что Ну у нас есть другие витамины Unitabs Но как бы это мультивитаминный комплекс С пивными дрожжами Но все-таки это не основной компонент Поэтому все-таки на шерсть не очень влияет Есть еще очень хорошая вещь Которая называется кормовая сера Она стоит порядка 36 рублей Маленькая такая коробочка Она подходит пугаем, кошкам, собакам, домашним птицам Кому угодно Просто на кончик ножа вмешивать это в еду Но у нас проблема в том, что я когда-то один раз вмешала И Хатя не стала вообще есть даже мясо с рисом Вот она стоит, зевает Так, ну в принципе так Уход, смотрите Расчесывать в принципе их не нужно Купать по мере загрязнения Но зимой я вообще ее Наверное может быть раз за всю зиму искупала И то там, ну не знаю Может быть как-то она просто загрязнилась уже То есть часто купать собак нельзя никаких Потому что вы смываете естественный слой кожи И, кстати, от этого шерсть гораздо сильнее лезет Ну, соответственно, обрабатывать от блох и клещей Как и у всех собак Ну, в общем, в уходе Не прихотливая Но линька Ну, как у всех других собак Если вы возьмете, допустим, Йоркшира Который не линяет Или Бивера того же Вы столкнетесь с другими более сложными проблемами Чем у Чихуахуа Потому что Если у вас будет Йорк, допустим, выставочный То есть, я имею в виду шерстью с длинной бородой Все положено Вот здесь у них что-то растет То это невероятное усилие Там что-то им надо уши каким-то скотчем залепливать Покупать какие-то лосьоны Масла, воски Чтобы шерсть эта вся не сваливалась В общем, это очень большие растраты Если же вы собаку хотите просто Побрить и избавиться от всех проблем То будьте готовы выкидывать огромные деньги На профессиональную стрижку И к тому же Собаки Йорки, как правило, не очень любят гулять Ну, не знаю Это так, может быть, так-то заведено у них Так, поэтому Ну, в плане ухода Опять же, повторюсь В принципе, неприхотливая собака Что касается питания Питание Смотрите Моя собака не ест сухой корм Никакой Мы пробовали Роял Канин Но это я знаю, что это отвратительный корм Никому не советую его Потому что он воняет невероятно У него отвратительный состав И пробовали хороший корм Супер премиум класса First Choice Она его ест Но при этом Если ей положить какой-нибудь еды натуральной Естественно С большим удовольствием Она все это съест И от корма откажется Моя собака ест натуралку Это Рис Мясо То есть Субпродукты какие-то мясные И потом Ну какие-то овощи Помидоры Моя собака ест все фрукты и ягоды Просто вообще с ума сходит Она у нас летом весь крыжовник объяла на даче Подходит к кусту Срывает, ест и уходит Так Что касается особенностей в питании Первое Самое основное Чихуахуа Это единственная порода У которой непереносимость молока То есть кисломолочные продукты Можно давать Молоко ни в коем случае не давать Молоко Ну и соответственно остальное Как и всем другим собакам Нельзя картофель Свинину Шоколад И так далее То есть тут все как обычно Единственное вот только молоко И самое последнее у нас осталось И я думаю, что это очень волнующий всех вопрос Это характер На мой взгляд В принципе Чихуахуа Достаточно Спокойная собака Это не подъюбочная порода То есть я думаю, что знают все, что такое подъюбочная Да, это собака, которая не отходит от вас ни на секунду Нет, Чихуахуа Это самостоятельные собаки И это как раз таки их минус Потому что я смотрела замечательную передачу Которая называется Переводчик с собачьего И там четко была произнесена такая фраза У Чихуахуа слишком ложное понятие О собственной крутизне То есть поясняю В общем Чихуахуа с превеликим удовольствием Может гоняться за ротвейлером или алабаем И не подозревая вообще абсолютно о последствиях Которые ее после этого ожидают Поэтому, конечно, за такими собачками маленькими Нужно следить Еще хотела Рассказать Давайте сразу Ну как не сразу уже получается В принципе хочу вам сказать Что собака Это лазерейный билет Да Потому что все собаки разные Это не зависит ни от породы Ни от чего Порода это есть так называемые породные особенности А вот характер И привычки индивидуальные Это все вопрос каждой собаки Какая вам попадется Хоть и достаточно ласковая собака Но своенравная То есть делает она то, что ей хочется Но в то же время она достаточно умная Команды мы все знаем Не сырковые То есть это сидеть, лежать Дай лапу, дай другую, дай пять Сейчас мы учим кувырок с ней Но кувырок это не базовая команда Также Ну Всякие типа знаете Стой Машина Дорога Вот эти такие команды Как бы она знает То есть команды необходимые для жизни Ну и соответственно там Апорт Барьер Ап Вот это вот все Все такие команды Собака моя знает Так В принципе я вам все наверное Самое основное рассказала Ну что касается еще характера Чихуахуа очень преданные собаки Ну в принципе как и большинство собак То есть мало очень пород Которые такие прям Ни от кого не зависящие Все время хочет быть там Где люди То есть мы уходим в зал И она бежит Из своей лежанки в зал Да И еще я вам хотела Кое-что очень важное сказать Собака ваша Не должна спать рядом с вами в кровати Собака должна спать в своей лежанке Или же на своей подушке Хотя Это я Ну вообще как бы я не советую Собаку приучать к кровати Хотя иногда конечно хочется Прямо ее положить туда И как-то Почесать Так это Погладить Но все-таки я не советую вам этого делать Ну если говорить коротко Об этой породе Неприхотливая В условиях содержания Абсолютно непривередлива в еде Собака Как и все остальные породы Линяющие И соответственно Характер зависит от индивидуальности От каждой собачки В зависимости от того Какую вы просто Купите Поэтому В общем В принципе Собака неплохая И я считаю Что Из-за комнатных собак Чихуахуа Все-таки лучше всего Подходит И кстати Не обращайте внимания Вот она достаточно большая Да Но Для меня это скорее плюс Чем минус Потому что Маленькие собаки Они если честно Черт знает на кого похожи Потому что Ну блин Ну что это за собака Вот такого размера Ну Блин Морская свинка у нас была И то больше И это вообще Смотрите Маленький Не уходит Видите Никуда от меня Так что На мой взгляд Средний размер собаки Должен быть у вас Так что Решать конечно Вам заводить собаку Или нет И какой породы Вам ее завести Мне было очень приятно Я надеюсь Что я кому-то помогла Спасибо всем За то что вы смотрели Это видео Обязательно Подпишитесь на мой канал Поставьте палец вверх И напишите в комментарии Мнение свое Об этом видео И какие-то Возможно Запросы На дальнейшие Темы для видео Всем спасибо